Трепетный момент. Лики святых одним за одним постепенно заполняют храм Иоанна Предтеча. Прежде чем попасть сюда, холсты проделали немалый путь. Машинами и самолетами их перевозили из Москвы. Столичные художники целый год создавали гобелены для Барнаульского храма. Есть особенность данного храма в том, что мы собрали, возможно, рекордное количество святых. Святых разных. У нас будут представлены святые в Северной Америке, представлены святые в Западной Европе, например, французские святые, римские. Это еще первых веков христианская церковь была едина. Из холстов вырезают икону и клеят на подготовленный участок стены. Гобелены закроют 450 метров, а общая площадь под рисунками будет 600 метров. Это финал масштабной реконструкции. Храм Иоанна Претечи появился в конце 18 века и служил местом упокоения барнаульцев. В 1930-х годах храм снесли. Воссоздавать его начали лишь в 2014-м. Эти работы должны приблизить облик храма к первоначальному. Внешне он полностью соответствует и копии революционной, но внутренне уже, конечно, гораздо красивее, нежели был до революции. Потому что, когда революция, это был простой колобичинский храм, но ныне это приход. И хотя сейчас храм выглядит скорее как строительная площадка, здесь проходят службы и крещения. Сюда даже ждут на венчание. Святые мученики Татьяна, мученица Александра и мученица Евгения. То есть это вообще покровители брака, семейной жизни. Рассчитываем, что люди в том числе будут приходить сюда и обряд венчания. Здесь уверены, что обновленный храм объединит верующих всей Сибири, так как на стенах будут уникальные иконы и гобелены святых из Иркутской, Томской и Омской областей. Объект пережил полную реконструкцию Нагорного парка и локдаун. Ждать осталось недолго. Рабочие будут стараться завершить процесс ко дню города. Маргарита Гартунг, Данил Захаров. День с толком.